Всем привет! Я Ритм Радова, это мой канал на YouTube, и сегодня мы с вами поговорим о том, какие бренды очень похожи по стилистике на CELINE. Для всех тех, кто нежно любил бренд CELINE при креативном директоре Фиби Файло, при тех, кто любит эстетику CELINE, вот эти чистые, понятные, красивейшие линии, оверсайз, маскулинные силуэты, для тех, кто с переходом нового креативного директора в модный дом CELINE потерял вот эту вот нотку, которая его очень вдохновляла, для всех вас сегодня я создаю это видео, в котором расскажу о замечательнейших брендах различных ценовых категорий от масс-маркета до люкса, которые очень-очень похожи на стилистику CELINE, ту, которую вы и я, в том числе, которую мы любили. Поэтому, если эта тема вам интересна, или если вы просто хотели бы послушать, как я рассказываю что-то еще о моде, то продолжайте смотреть. И перед тем, как мы будем с вами стартовать, я хочу напомнить, что у нас заканчивается регистрация на курс «Стиль для себя», который стартует уже в январе. Это курс специально для тех, кто хочет найти свой стиль, для тех, кто не хочет быть персональным стилистом, но просто раз навсегда хочет перестать тратить вещи на глупости, на те вещи, которые ему не подходят, для тех, кто хочет видеть в магазине свои вещи и не покупать какие-то вот совершенно такие непонятные экземпляры, которые просто будут висеть в гардеробе. Это курс для тех, кто хочет наконец-то понять свои правильные сочетания вещей, что ему подходит, что ему не подходит, и каждый раз на протяжении, в принципе, всей жизни знать, что подбирать себе и как отражать свое внутреннее состояние через вещи и смело экспериментировать, получая постоянно хороший результат. Поэтому, если у вас есть такие запросы, то курс «Стиль для себя» — это именно курс для вас. Ищите ссылку на регистрацию на этот курс внизу. У нас осталось буквально, по-моему, пару мест на сегодняшний день на момент записи на этот курс. И давайте с вами продолжать. Я составила список из основных брендов, на которые стоит обратить внимание. Как я уже говорила, тут есть люксы, есть масс-маркет, есть средний ценовой сегмент, для того, чтобы, опять же, каждому я могла угодить с ценовым сегментом и с направлением этого видео, чтобы у каждого была возможность приобщиться к стилистике «Селин». Более того, на самом деле, я искренне скажу, что для того, чтобы носить стилистику «Селин», я сейчас расскажу, что я имею в виду, совершенно необязательно покупать люксовые вещи. Более того, можно очень даже легко одеться на секонд-хенде, при этом оставив стилистику «Селин». Если бы в наших секонд-хендах такие в результате разрешали снимать, потому что у нас, к сожалению, с этим большие проблемы, я пыталась уже снять для вас шоттинг-блог с секонд-хенда, и до тех пор у меня успеха не было, я пытаюсь придумать, как это можно сделать по-другому, я бы вам показала с радостью о том, как даже из вещей секонд-хенда очень легко можно составить образ в однозначном стиле «Селин», причем за экстра маленькие деньги. Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, какие у вас есть идеи, как вы думаете, может ли мне это сделать, может ли мне просто прийти в секонд-хенд, взять и купить те вещи, которые мне нужны, а уже образы показывать здесь, просто потому что в секонд-хенде снимать нельзя, я хотя бы сниму то, что я составила из вещей секонд-хенда. В общем, расскажите, что вы думаете по этому поводу, может ли мне какой-то скрытой камерой, или типа просто в примерочных секонд-хенда поснимать, даже не знаю. В общем, напишите, что вы думаете по этому поводу, а мы с вами сегодня будем все-таки продолжать с нашей основной тематикой, это бренды в стиле «Селин», и как обычно у меня немаленький список. На самом деле, кстати, на мне сейчас бренды в стиле «Селин», и на мне сейчас, сейчас я просто проверю, да, на мне сейчас ни одной вещи «Селин» нет, и аксессуара в том числе, при этом стилистика «Селин» сохраняется. Давайте для начала расскажу о брендах, о, давайте о том, что такое стилистика «Селин». Я считаю, что стилистика «Селин» — это, в первую очередь, это эстетика объема, архитектурного кроя, оверсайз-силуэта, это маскулинность, это минимум принтов, и если принты присутствуют, то принты более абстрактные, нестандартные коровшек, сердечки, клеточка, а всегда игра с этими принтами, и выведение их, скорее, даже в сторону объекта искусства. Это достаточно часто непростой крой, достаточно часто это даже переначивание стандартного кроя, рубашки, брюк и всего остального, что вы можете себе представить. Это такая деконструкция стандартного кроя вещей, это маскулинность на 100%, это чаще всего нейтральные оттенки, это много бежевого, молочного, кремового, коричневого, это черный, серый и все нейтральные оттенки, которые вы можете себе представить. Это внимание к силуэтам и меньше к принту, поэтому намного реже в «Селин» при «Фиби Файлу» вы могли встретить принты, намного чаще интересный крой, и в принципе я считаю, что this is the way to go, что вот этот путь интересного кроя перед принтом для меня лично наиболее органичен, и для меня, а для человека, который вот любит эту стилистику. Это очень много скандинавского влияния, очень много Японии в силуэтах кроя, в силуэте по плечам, в посадке, в выточках, абсолютно во всем. Это качественные материалы и комбинация различных качественных материалов, это большое количество шерсти, трикотажа, особенно если мы говорим про осенние и зимние коллекции, это очень много внимания, интересным таким же архитектурным украшением, которые тоже являются фишкой образа, и это достаточно лаконичные силуэты, понятные. И вещи в большинстве своем, несмотря на то, что они якобы такие вот сложные, сложнокроенные, объемные, они носибельные, и в этом тоже заключается особенность бренда CELINE, заключалась, по крайней мере, при «Фиби Филло», я считаю, что «Фиби Филло», ее называют «Фиби Файлоу», «Фиби Филлоу» она вообще в Лондоне живет, поэтому ее по-разному уже называть, и в различных источниках встретить, несколько произношений. Так вот, я должна сказать, что при ней для меня лично бренд CELINE сформировал вот эту вот особую нишу, в которой появилось огромное количество поклонников, и до сих пор они присутствуют. Они сейчас раскупают все, что возможно раскупить из коллекции «Фиби Филлоу» для CELINE, и я их прекрасно понимаю, я делала практически тоже. Но, безусловно, у каждого из нас есть свой бюджет, невозможно купить все вещи, которые хотелось бы, тем более скоро их уже не будет, будут появляться новые коллекции совершенно в другой стилистике от нового креативного директора. Поэтому, естественно, нужно понимать, какими брендами мы будем вдохновляться, на какие бренды можно обратить внимание, и некоторые из них интригующе создают очень похожие коллекции, к тем, которые создавала «Фиби Филлоу». А первый из этих брендов – это бренд 12 Stories, я должна сказать. Я немного буду рассказывать о тех брендах, о которых знаю. Бренд 12 Stories – это мы начнем с масс-маркета, будем двигаться дальше. Бренд 12 Stories – это бренд, который был создан двумя сестрами изначально. Сестры Галамаздины, Ирина и Марина. И, естественно, с большой командой они уже сейчас работают. Эти девочки изначально тоже вдохновлялись, я уверена, с ними продолжают вдохновляться. Именно эстетика «Фиби Филлоу» для Селин в своих коллекциях. Они очень любят вот такие сложнокроенные, но простые по материалу и по принту вещи. И это очень заметно, это очень красиво. Если вы обращали внимание, даже некоторые вещи в коллекциях 12 Stories были очень похожи на вещи Селин. В том числе у меня есть такое золотистое, теплое, кремовое платье с такими завязками двумя, которое перевязывается на талии, завязывается в бант или просто в узелок позади. Оно такое очень понятное, лаконичное. Это платье невероятно похоже на такое же платье Селин. Поэтому, безусловно, как мы и понимаем, масс-маркет бренды, бренды, которые кейтерят большой аудитории, достаточно часто вдохновляются подиумными вещами. В принципе, в этом ничего такого шокирующего нет, и каждый для себя формирует свое отношение. Но если мы говорим про масс-маркет, масс-маркет и бренды такого ценового сегмента и направления всегда вдохновлялись вещами и кутюром, и ready to wear люксовых брендов. И этого не избежать. Если вы носите масс-маркет, вы однозначно хоть когда-то покупали вещь, которая была невероятно вдохновлена брендом люкса или среднего ценового сегмента. Вот такой бренд Well Stories. Я советую обратить внимание на их коллекции. У них действительно качественные вещи. У них действительно хорошие материалы, у них хорошая кровь. У меня сама здесь не одна вещь этого бренда. Я могу ручаться за их качество. Особенно у них замечательный Кашемир. Если вам интересен Кашемир, обратите внимание на Well Stories. Следующий бренд у нас это Mango. Тоже масс-маркет. Mango, как никакой другой масс-маркет, особенно такой масштабный, а-ля Zara, Mango и подобный, вдохновляется Selene. Особенно в последние пару сезонов это очень и очень заметно. Лаконичные силуэты, стилифика даже съемок, макияж моделей, стилизация всего наряда, силуэты икрой, посадка. Абсолютно все. Особенно если вы посмотрите на аксессуары, посмотрите на сережки Selene в бренде. И посмотрите потом на сережки Mango, которые, кстати, вы могли видеть у меня в недавнем видео о покупках. Это, ну вот, копия. Это один в один. Только сережки Selene очень тяжелые. И с этим у меня чаще всего проблема конкретно с украшениями Selene, именно с сережками, потому что мне тяжело в ушах носить какие-то увесистые сережки. А вот сережки Mango как раз. И, кстати, я могу сказать, что качество их совершенно не подвело меня ни разу. Они очень хорошие, очень хорошо носятся, не темнеют, не чернеют, не стираются, с ними все замечательно, ничего не теряется, не отпадает. Так что обратите внимание. И в целом, Mango это бренд, который сейчас очень вдохновляется именно стилистикой Selene. Selene, обратите внимание на брюки, на пальто, на жакеты, на платье, на обувь и на украшения, если вам хочется в масс-маркете найти стилистику Selene. И вы можете даже стилизовать именно так же, как сами Mango стилизуют это все в своих образах, потому что у них достаточно носибельная стилистика, чего не всегда скажешь об образах масс-маркета или другого любого ценового сегмента. Дальше у нас есть Uniqlo. Uniqlo это бренд, который, думаю, что многие из вас знают в первую очередь по их таким теплым, тонким курточкам с пухом. На самом деле в Uniqlo есть очень много вещей, невероятно похожих на стилистику Selene. В особенности это пальто, это юбки, это платье. Обратите внимание, зайдите на сайт, зайдите на раздел юбок, платьев, зайдите на мужскую часть и посмотрите на стилистику. Там очень много, на самом деле, можно таких унисекс вещей в мужском разделе приобрести, в том числе мужских пиджаков, в том числе каких-то объемных пальто, которые девушка может носить. Обратите внимание в Uniqlo на классные свитера, у них тоже очень качественный кашемир. И в общем и целом стилистику Selene очень легко можно воссоздать из вещей Uniqlo. Uniqlo достаточно известный японский бренд. Это бренд по ценовому сегменту, практически как масс-маркет, но чуть дороже. Качество в этих вещах невероятное, я могу ручаться за все, что вы там приобретете, если, конечно, в этого нет какого-то производственного брака. Причем коллекции мужские замечательные, коллекции женские замечательные, очень много базовых вещей, кроме всего остального. Но вот вы однозначно найдете вещи в стиле Selene там. И еще один бренд, который тоже кейтерит к любителям Selene, это COS. На мне сейчас COS, очень много вещей COS на мне, на мне сейчас украшения COS, на мне сейчас большое кольцо COS, на мне сережки, на мне водолазка и на мне платье. Вот это вот сумасшедшее большое, которое вы видите с вырезом, это все тоже COS. Я могу сказать, что COS сейчас это один из тех ценовых сегментов и направлений, и по качеству один из идеальнейших брендов для любителей Selene. Это вот и самая интересная, небольшая такая история, когда мы были в Стокгольме с COS после поездки в Исландию. Selene там находится на абсолютно той же улице, на которой находится один из магазинов COS, такой, по-моему, флагманский. И фактически мы совершили покупку Selene, проходим вот несколько домов и заходим в COS, потому что мы заходили на второй этаж, в мужской раздел, который я просто... Если у вас есть любимый, если у вас есть мужчина, которому вы хотели бы сделать подарок, купите что-то в COS. Когда вы заходите в мужской отдел, господи, отдел COS, вам хочется все купить. Я хотела бы все себе купить, то есть там все невероятно классное, крутое, иногда мужские отделы COS мне даже больше нравятся, чем женские. Но в целом, когда ты после Selene особенно заходишь в COS, у тебя есть ощущение, что ты все равно продолжаешь быть в Selene. Стилистика, металлы, силуэты, формы, геометричность, крои, цветовая гамма, принт, все, все очень похоже на Selene. И при этом вы не то что не теряете в качестве, каждая вещь, которая там создана, это вещь невероятного качества. Это вещь, которая будет у вас очень долго носиться, это вещь, которая просто прекрасная, это вещь, которая с хорошим составом, с замечательным кроем. Ну вот все в них прекрасно. COS, чтобы вы понимали, это тот же конгломерат, что и H&M, что и Chip Monday, что и Another Stories. Но качество COS и цены COS отличаются от Another Stories, очень отличаются от H&M. COS это уверенный средний ценовой сегмент. Многие вещи, то есть для того, чтобы привести вам пример, например, платье там может стоить 130 евро, 150 евро, 200 евро, если это очень какое-то такое невероятно качественное ткань. То есть какая-то 100% шерсть, какой-то кашемир, какие-то декоративные детали на нем или много ручной работы в выделке, например. В целом COS это средний уверенный ценовой сегмент, но качество, которое вы там получите, это качество, которое незабываемое. Плюс вы получите стилистику COS за совершенно другие деньги, что я считаю просто выигрыш огромный, поэтому очень-очень советую этот бренд. Кстати, забыла совершенно упомянуть, что Uniqlo изначально вообще был создан в 1949 году. Просто чтобы вы понимали, сколько лет этому бренду, потому что все почему-то ощущения, что это какой-то недавно созданный, классный масс-маркет бренд. Нет. Следующий бренд это The Row. И сейчас мы уже будем в таком хаотичном порядке говорить о брендах в ценовом сегменте, потому что тут пошли уже люксы, средний. The Row это бренд, созданный сестрами Olsen. Это бренд, который на самом деле на рынке уже даже не 5 лет, а больше. Просто почему-то, опять же, у многих ощущений, что он недавно совсем был создан. Это бренд, который, особенно в последнее время, очень и очень похож на стилистику CELINE. Причем так интересно стало, что как раз в тот момент, когда был объявлен уход Phoebe Fallow, в The Row начали появляться очень много вещей, аксессуаров и обуви, невероятно схожей по стилистике CELINE. В The Row это, причем это не просто люкс, это такой хороший, уверенный люкс. То есть пальто там может стоить, кашемировая, 6-7 тысяч долларов, чтобы вы просто понимали политику цен. Там обувь может стоить полторы-две тысячи долларов и так далее, и тому подобное, чтобы вы просто понимали, в каком направлении мы движемся. Но это конкретно касается The Row, дальше не будет только такие бренды. Просто, чтобы вы знали, эта бренда очень качественная, очень классная, очень в стилистике CELINE, но достаточно часто, что очень интересно, дороже самого CELINE. Поэтому, опять же, безусловно, только если вам нравится The Row, имеет смысл покупать The Row, или когда уже будут совсем распроданы все вещи CELINE, тогда имеет смысл обратить внимание на The Row, потому что иначе, если вы просто хотите найти замену CELINE, и вы уже видели какую-то вещь CELINE, которая еще есть в продаже, в The Row она будет стоить, если подобное, все равно дороже. Поэтому проще ее купить в CELINE в целом. Но я должна сказать, что качество вещей, что крои, что стилистика очень-очень классная. Поэтому, если этот ценовой сегмент для вас приемлем, то рекомендую. Следующий бренд это Jill Sander, это люкс, это граница вот такого более-менее адекватного по ценовой политике люкса. Это бренд, который уже достаточно давно существует, это бренд, который многие уважают, любят, это бренд, который достаточно давно создает коллекции по типу стилистики CELINE, вот такие вдохновленные кроем японским, вдохновленные свободными силуэтами, маскулинностью, немного 80-ми, вот этими объемными плечами. Очень много таких вот кроенных по мужскому типу вещей маскулинных, которые я очень-очень рекомендую. Замечательные красивые принты. И в целом я считаю, что бренд Jill Sander это тот бренд, на который можно обратить внимание в долгосрочной перспективе, потому что они создавали и создают очень качественные классные вещи, в особенности обратите внимание на их кашемир. Бренд изначально был создан в 1967 году, это тоже достаточно давний бренд, у него замечательная история, у него тоже есть свои поклонники и ценовой сегмент у них ниже достаточно часто, чем у CELINE, так что обратите внимание. Следующий бренд, на котором мы остановимся, это бренд BEVSA, это на самом деле украинский бренд, который я очень-очень рекомендую. Как минимум на мне вы могли видеть уже несколько платьев бренда BEVSA, это бренд, который с недавнего времени уже несколько сезонов подряд делает показы в Нью-Йорке, и эти показы невероятно популярны. В целом бренд получает огромную такую масштабную аудиторию по миру, которая его любит, потому что опять же вот эта эстетика минимализма, немного японского влияния, немного влияния того же CELINE, правильный интересный крой, необычные формы, отсутствие сумасшедших принтов и концентрация на крое, вот это все то, что присуще было стилистике Fibre Fale of CELINE, это все присутствует в BEVSA, при том, что там нет копирования, при том, что в BEVSA и у Светланы BEVSA основательницы бренда и дизайнера есть свое личное видение, которое ни на что не похоже, поэтому мне она очень нравится, и бренд очень нравится, у них очень качественные вещи, я могу за это тоже ручаться, у меня есть несколько вещей, есть платья, планирую покупать их в жакет, цены их, это идеальный вариант, потому что у них на самом деле такая высшая граница среднего ценового сегмента, это еще не люкс в основном, поэтому очень-очень рекомендую всем любителям BEVSA, насколько я знаю, у них доставка по всему миру, и в принципе у них есть шоу-румы по всему миру в том числе, так что пишите им, если вам интересно, BEVSA это, кстати, бренд того платья, которое я надевала на новогодний бал Red Shoe Christmas Dance, который был от Le Fissier, от Cartier, который вы видели у меня в инстаграме, видео, которое набрало огромную популярность, это именно то платье BEVSA, которое мне невероятно нравится, и оно не одно. Дальше у нас есть бренд Acne Studios, Acne Studios это скандинавы, я их невероятно люблю, это целомой сегмент начальный люкс, это очень качественные вещи, они знамениты своими вещами из шерсти, из овчины, это очень много каких-то крутейших дубленок и авиаторов, это очень качественный текстиль, это очень-очень качественный трикотаж, вязка у них просто замечательная, стилистика в общем и целом невероятно похожа, они чуть больше двигаются в сторону такого, знаете, японского фрикового направления, но в целом, если вы покупаете просто их вещи, вы можете создать однозначно образов стиля CELINE, при этом вы получите очень качественные вещи, очень красивые, долговечные, носибельные, классные, хорошо скроемые, и с ними все будет прекрасно, обратите внимание на все эти позиции, которые я рассказала, и будет вам счастье. Следующий бренд у нас это бренд Y-Project, на самом деле Y-Project это бренд, который, креативным директором которого является Glenn Martens, это выпускник Антверпенской Королевской Академии, это человек, у которого есть очень интересное видение, это человек, который, конечно же, экспериментирует с кровью, мне нужно сказать, что Y-Project это более рисковый такой, знаете, если бы CELINE был подростком, если, так у нас мы смотрим на CELINE стандартный, как на взрослую уверенностью в женщину, женщину, а тут девочка-подросток, экспериментирующая, но все еще в стиле CELINE, поэтому там вы увидите еще больше вот этого масштабирования, еще больше гиперболы в формах, в силуэтах, крое, еще больше вещей на выворот, еще больше огромного оверсайза этих плечей, сумасшедших каких-то материалов и их сочетаний, но в целом эстетика CELINE прослеживается, очень похожа, поэтому если вам интересна эстетика CELINE, обратите внимание на Y-Project, это ценовой сегмент, там люксовый. Дальше мы обратимся к такому бренду, как Totem, очень мне нравится, сильно мне нравится, бренд Totem, это бренд, который создала замечательная девушка Эллин Клинк, которая изначально вообще была блогером, и я очень, я невероятно рада каждый раз, когда смотрю на девушек-блогеров или девушек из медиа, которые создают свои бренды, создают их классно, потому что мне кажется, что это такой крутой путь осознать, что, например, ты не всю жизнь будешь блогером, и создать свой бизнес, по поводу которого ты вдохновлена, в котором ты творишь, и при этом понимаешь, что это твой такой стабильный, серьезный ребенок и твоя деятельность. И вот бренд Totem, это очень успешный, классный бренд, он однозначно в скандинавском стиле, он однозначно в стиле CELINE, огромное количество вещей там, и стилистика съемок даже напоминает CELINE. Ценовой сегмент, самое приятное, в этом бренде очень похоже на сегмент кос, чуть-чуть дороже. И в целом, вы получаете очень качественные вещи, у меня есть от этого бренда несколько вещей, я в огромном восторге от качества, от крои, от материалов, от посадки. А Totem, это тот бренд, на который можно положиться, Totem, это бренд, который сочетает в себе и элегантность, и простоту, и очень качественные материалы. Опять же, ценовой сегмент, невозможно его просто не похвалить, потому что это и качество, и цена, и все друг другу соответствует. Это те вещи, которые вам долго очень будут служить, поэтому очень-очень рекомендую Totem для любителей CELINE. Дальше у нас есть бренд Awake. Awake, это достаточно интересный бренд. Насколько я помню, сейчас я проверю, по-моему, он создан был в Лондоне. Мисс Кузи, секундочку, да. Создан был девушкой по имени Наталья Алавердян. Это перевод, почему Awake, в принципе, это All Wonderful Adventures Kingdom Enthusiasm. Это, в принципе, отражает видение дизайнера того, как можно экспериментировать с вещами, и очень отражается на общей стилистике, потому что, опять же, это интересные вещи, похожие на произведение искусства, при этом носибельные, при этом обращающие на себя внимание. Без кричащего принта и, в первую очередь, работающие с кроем. То, что все, что присутствовало в CELINE при Фиби Файло, все присутствует в Awake. Awake чуть более женственный, более притаянный, так сказать, бренд в целом, но там вы тоже сможете найти огромное количество вещей, вдохновленных CELINE или похожих на стилистику CELINE. На сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, надеюсь, что оно было вам полезным для тех, кто любит эстетику CELINE и знает бренды, которые я сегодня не упомянула, которые тоже создают вещи в очень похожем стиле. Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу. Давайте злиться друг с другом и создавать такое комьюнити любителей CELINE. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.